МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Правозащитник Олег Орлов приговорен к штрафу в 150 тысяч рублей по обвинению в так называемой повторной дискредитации российской армии. Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте отдельными российскими экспортерами. Также сегодня. Конкурентов он либо уничтожил, либо загнал куда-то в подполье, подмял под себя все медиа, подмял под себя машину пропаганды или выстроил ее ровно под себя. Ну и вот уже с тех самых пор, с 2007 года, правят безразделенно. Как получилось, что признанный во многих странах террористической организацией Хамас многие годы полностью контролировал самый густонаселенный район в мире – сектор Газа. В секторе Газа в результате ответа Израиля на террористическое нападение палестинской группировки Хамас разворачивается гуманитарная катастрофа. Правительство Израиля объявило о полной блокаде сектора Газа, в том числе о прекращении поставок электроэнергии, продовольствия и воды. Из-за нехватки топлива там перестала работать единственная электростанция. О том, что больницы в Газе переполнены ранеными, сообщалось еще в субботу. Средства массовой информации демонстрируют кадры бомбежек сектора Газа израильской авиации, на них видны сильные разрушения, в том числе предположительно гражданских объектов. Представители израильской армии настаивают, что многие из них используются боевиками Хамас и что израильские власти предупреждают мирное население Газы перед нанесением ударов. Египет пока отказывается открыть гуманитарный коридор для палестинских беженцев. Несмотря на призывы ООН и гуманитарных организаций возобновить подачу в Газу воды и электричества, министр энергетики.